Дорогие братья и сестры, часто бывает так, что верующие люди задаются вопросом, а вот можно ли делать что-то для других, о ком-то заботиться или что-то там приготовить, прибраться в день праздника церковного, в воскресенье, или может быть в посты, или еще в какие-то дни, или вот что можно как бы переступить, а что нельзя, что является высшей ценностью. И хорошо, если иногда людьми движет, задающими такой себе или кому-то вопрос, именно страх Божий, благоговение, желание угодить Богу, не приступить его закону. А бывает, что движет суеверие. Вот сказано кем-то там, мама, бабушка или кто-то сказали, что нельзя вот в этот день что-то делать там, что-то такое, и люди просто не делают. Ну и в храм не идут, и не молятся, и Бога никак не почитают. А вот просто из суеверного страха чего-то не делают. А вдруг что-то будет. А вот Господь сегодня в двух, так сказать, сюжетах, которые прозвучали из Евангелия от Луки сегодня, первая это история, когда они шли с учениками через засеянное поле, ученики проголодались, видимо, долгий был путь, стали срывать колохи, распирать их и есть. И это был в день субботний. И фарисеи, книжники, которые были рядом всегда, всегда же наблюдали за Господом, чтобы его в чем-нибудь обвинить. И они осудили. Говорят, нельзя это делать в день субботний. И это, если формально все это проследить, приравнивается к сбору урожая, вот такое действие. А это прям беззаконие в субботу. Господь им отвечает, ну так сказать, вот нейтрально, что сын человеческий, говоря себе вот так в третьем лице, есть господины субботы, то есть как бы я владею субботой, а на мной и установлено, так сказать, я и позволяю. Но он еще привел в пример царя Давида, который тоже со своими друзьями, спутниками в момент своей жизни утомился, проголодался. И так получилось, что они вошли в походную скинию, в храм Господень, и там вкусили хлебов, предложения, которые были посвящены Богу, и которые можно было есть только одним священником. И никто его не осудил, потому что, ну, тогда он еще не был велик, Давид. Тогда он был просто, так сказать, приближен к царю Саулу, и тем не менее, вот, никто не осудил его, потому что милость и сострадание к людям выше формального закона. И следующий сюжет этой истории, как спаситель уже в другую субботу тоже вошел, вошел в синагогу, и там увидел человека с иссохшей, ну, парализованной рукой, и сказал ему, протяни твою руку. И стала его рука здоровой, как и другая. И опять его осудили. А спаситель говорит им, тем, кто осуждает все время вот за такие действия, говорит, а что, говорит, надо в субботу делать, добро или зло? Душу, душу, ну, душа здесь имеется в виду, земная жизнь больше, вот так. Душу спасти или погубить, ну, или вообще весь человек живой. Вот живой человек страдает, вот у него рука. Вот ему что, помочь или не помочь? Только потому, что сегодня суббота. Значит, добро надо делать во все дни, независимо, что это там, суббота, воскресенье, праздник, пост, не пост. Делать добро. Человек не меньшая ценность, живой человек, чем день Господень, чем день праздничный, чем день субботний, чем день постный. Если у тебя есть кто-то нуждающийся, слабенький, старенький, или детки какие-то, или муж, или жена больная, или еще кто-то, все делай ради них в любой день. И постирай, и покорми, и приготовь, и прибери, и позаботься. В храм не успеваешь сходить? Ну, как-то вот половину на половину, может быть, на полуслужбы прийти, может быть, с вечера прийти, может быть, после службы просто зайти. Но нельзя пренебрегать никем ради вот соблюдения там чего-то такого высокого. Потому что человек – это тоже Божие творение, Божий образ и подобие, и храм Божий. Тем более, если христианин, и ты для христианина проявляешь какую-то заботу. Это твой брат и сестра во Христе. Это тоже святыня. Но вот для наших людей, особенно в нашей стране, в нашем народе, как-то вот ощущение, что человек – это что-то такое достойное, вот, к сожалению, совсем очень редко это встречается. У нас вот так друг к другу всегда отношения. Нас много, еще нарожают бабы русские, как один человек нехороший сказал. Вот, и поэтому можно пренебрегать, убивать, не заботиться, пусть умирают, пусть болеют. Ну, их много, еще появится. Вот это подход совсем не то же не христианский, вообще какой-то бесчеловечный подход. Каждый человек важен. И даже пусть он не твоей нации, не твоей религии и так далее. Это тоже человек, это такое же живое существо. А то бывают люди там сюсюкаются с кошечками, с собачками, с рыбками, там еще с кем-то. А живого человека пренебрегают. Ну, как так? Вот, к сожалению, это вошло. И с этим надо что-то делать, потому что человек, он искуплен спасителем. Спаситель на себя взял человеческую плоть и кровь. Он показал вот такой пример отношения к людям. Его за это осуждали, а он как бы нарочно, все равно в день субботний делает добро. Проявляет милость, проявляет заботу, чтобы показать людям, что если вы не будете любить друг друга, по-человечески, по-божески друг к другу относиться, то все ваши эти субботы, посты, молитвы, все это будет впустую. Все это впустую. Потому что Бог доверил людям жить в этом мире, как в общем доме, как в семье, где братья и сестры, и все дети одного отца. И если люди вот так вот друг к другу относятся пренебрежительно, значит, они отвергают волю Божию, а них пренебрегают в конечном итоге самим Богом. И вот апостольское чтение, которое звучало перед Евангелием, это первое послание к Коринфянам. Там апостол Павел специально говорит, что в первый день недели, вот это очень важное свидетельство, что христиане праздновали день после субботы, день, то есть воскресенье Христово, праздновали, собирались еще тайно где-то в домах у христиан, которые могли предоставить какое-то помещение, преломляли хлеб во имя Господне, слушали наставления, и говорит, в первый день недели, когда собираетесь, откладывайте пожертвование, кто сколько может, для братьев и сестер ваших, для святых, так называли христиане друг к другу, и я когда приду, то заберу это пожертвование и передам его по назначению. То есть вот уже в христианской церкви, по примеру Господа и Спасителя, забота христиан друг о друге была заложена, так сказать, в основу церковной жизни, в само празднование дня воскресения Христова, помимо молений, чтений, причащения, входило в том числе и оказание помощи нуждающимся. Ну, мы теперь как-то только в особых случаях, где-то вот что-то случилось и делается такой сбор, объявляется, обозначается, но просто самим иметь в виду и знать, что вот где-то есть, может быть, больной человек, одинокий человек, страдающий человек, и хотя бы за него помолиться в день воскресный, может быть, позвонить, может быть, что-то сделать, передать, позаботиться. Это будет исполнением этого дня, чтобы это был действительно день Господа, день исполнения Его воли. И вот тогда мы будем благословенны, и Господь с нами, и никто не повредит нам. Аминь.